Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Исход». Сегодня мы будем читать 13 главу этой книги. В 13 главе рассказывается об освящении всех первородных в Израиле, о том, как Моисей приводит Израиля к Эфаме в конце пустыни, о столпе облачном и огненном, который предшествует им. И мы читаем с первого стиха Аниш. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота Мои Ани». Освети первенца. Да, первенец – это и весь еврейский народ, как сказано в Писании. Первенец – это и первый мальчик, который рождается в семье. Но это и указание на Христа, который первенец Девы Марии и единородный сын Бога Отца. Правда, в случае со Христом он не разверзал ложесна Девы Марии, а как дверями затворенными он уходит в Сионскую горницу, так и не порушив девство своей матери, и сшел из нее. «И сказал Моисей народу, «Помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкой вывел вас Господь, оттого не ешьте квасного». То есть не привязывайтесь к всему тому, что квасное, то есть с какой-то примесью, с какой-то дурной закваской, и мы помним, как Христос предупреждал апостолов о закваске фарисеев, садукеев, книжников и иродиатов. «Сегодня выходите вы в месяце Авиви». В месяце Авиви. И далее здесь мы читаем. Это как раз праздник Пасхи. Происходит 14-го Авива. «И когда ведет тебя Господь в землю Хананеев, и Хетеев, и Амареев, и Ивеев, и Ифусеев, о которых клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершайся ее служение всем вместе». Земли вот этих семи народов, эти семь народов, понимание святых отцов, символизирует собою семь смертных грехов. Когда человек крестится, это когда евреи проходили сквозь Черное море, это образ крещения. А потом надо было войти в землю обитованную. Но надо выгнать эти народы. То есть то, что человек крестился, этого еще мало. Ему надо избавиться от семи смертных грехов. Прежние грехи прощены в крещении. Но как Господь, когда прощал людей, он говорил «прощаются тебе грехи твои, иди пред не греши». А то, что о земле говорится, что там течет молоко и мед, слово Божие – это как бы образ молока, сказано в Библии, как «новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него вам произрасти». А мед в данном контексте может означать духовное назидательное наставление, которое мы получаем в виде святотеческих комментариев на книге Священного Писания. «Даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение все в месяце», то есть также в месяце Авибе. «Семь дней ешь пресный хлеб, и в седьмой день праздник Господу» имеется в виду, что начало опресноков – это сама Пасха, а по окончанию седьмицы опресноков – праздничное собрание. «Пресный хлеб должен есть семь дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих». Вот о чем мы говорили. Не только хлеба, но и во всех пределах твоих, то есть в комнатах, в комнатах, в чуланах. И в еврейском народе был такой обычай, они зажигали свечку и читали молитву на обнаружение хамец, то есть кислого хлеба. И чтобы молитва не была напрасная, они вот несколько кусочков клали по углам, находили, выметали, чтобы все было чисто. «И объявив день тот сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта». То есть каждое такое действие надо объяснять детям. Кстати, в Писании, в Пятикнижии, несколько раз, четыре или пять раз, говорится о том, что отец должен что-то объяснять сыну. Два случая мы уже прочитали. Но нигде не сказано, что сын должен учиться. Сказано, что отец должен учить его. Но и сказано, что он должен учиться. О чем это? Хочет он учиться или нет, отец обязан его наставлять. «И объяви в день тот сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта. И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником перед глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта». Знаком на руках твоих, памятником перед глазами. Евреи восприняли этот призыв буквально, и они навязывают вот этот филактерий на руку, и перед глазами, на лбу у них такая вот коробочка там со свитками. «Ибо рукою крепко вывел тебя Господь из Египта. Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год», то есть каждый год. «И когда ведет тебя Господь землю ханаанскую, как Он клялся тебе, отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все, развязающие ложесна и все первородное и скота, какой у тебя будет мужского пола Господу». Не только надо было посвящать детей первородное Господу, но и все остальное, включая домашний скот. «А всякого из ослов, развязающего, заменяй агнцем», то есть в замену осла, все-таки нечистое животное, шел агнец. «А если не заменишь, выкупи его», то есть заплати сумму, которая равна сумме этого осла. «И каждого первенца человеческого и сынов твоих выкупай, людей же нельзя приносить в жертву, тем более первенцу, давался выкуп. «И когда спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему», опять говорится, что надо учить, «рукою крепкой вывел нас Господь из Египта, из дома рабства, ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев земли египетской, от первенца человеческого до первенца и скота, посему я приношу в жертву Господу все разверзающие ложесна мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. Да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкой Господь вывел нас из Египта». «Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его, то есть народ, а по дороге земли филистимской, это более короткий путь, потому что она близка, близка к Египту, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, дело в том, что филистимляне – это очень воинствующие племена, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогой пустынью к Черному морю, то есть к Красному морю, и вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской, мы уже знаем их больше полумиллиона мужчин, вооруженных 600 тысяч, вооруженные из земли египетской, и взял Моисей с собою кости Иосифа, то есть они выходят с мощами праведного Иосифа, ибо Иосиф клятвой заклял сынов Израилевых, сказав, посетит вас Бог, и вы с собой вынесете кости мои отсюда». Мы знаем, что его останки забальзамировали по египетскому образцу и положили в саркофаг, и они хранились, ожидая, когда их вынесут. По крайней мере, Иосиф заклял своих родственников, что когда будет исход евреев из Египта, его мощи вынесут, и они выходят с этой святыни. «И двинулись сыны Израилевы из Сакхофа и расположились Станом в Эфаме в конце пустыни. Господь же шел перед ними днем в столбе облачном, показывая им путь, а ночью в столбе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью». То есть это один и тот же столб, но днем он был облачный, высокий до неба, от земли до неба, потому что надо было видеть направление, а ночью это огненный был столб. И когда столб останавливался, они делали в этих местах свои стоянки. И вот то, что Господь их повел не так, а вот так, имеется в виду, что этот столб их вел, как перст Божий, который им указывал, куда можно идти, а куда нельзя. «Не отлучался столб облачный днем и столб огненной ночью от лица народа». То есть он их вел, как вот перст Божий, который им указывал направление. Но сейчас мы должны коснуться очень интересного вопроса. Почему эта книга называется «Исход»? «Исход» предполагает, что когда люди откуда-то выходят, и они куда-то приходят. А в книге «Исход» мы видим, они еще в пустыне странствуют, окончание книги «Исход». Только в книге «Второзаконие» в конце они подошли к земле обетованной, а в книге Иисуса сына Навина они входят в землю. Какой же это «Исход»? Давайте вспомним, что книга «Исход» оканчивается рассказом о том, что они построили Скинию, то есть походный храм, и осветили ее. Это окончание книги «Исход». Да, земля обетованная – это территория Бога, но и храм походный – это тоже территория Бога. Поэтому это «Исход». От идолов Египта к Скинии, которую они создадут в пустыне. Итак, если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать с вами 14 главу. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах на те или иные главы книг Библии. Спасибо вас, Господь!